Витаю всех глядочев и подписчиков. Целый канал сейчас. Я Олена Кырк. И рада витаты земной на стриме Аббас Галямов. Русийский политолог, политтехнолог, публицист. Аббас, приветствую вас на нашем стриме. Рада вас видеть. Здравствуйте, Алена. Взаимно. Начнем наш сегодняшний разговор, пожалуй, вот с какой темы. Госдума приняла в первом чтении законопроекта конфискации имущества за фейки о вооруженных силах России. И за это проголосовали 395 депутатов. Очевидно, что в целом проголосуют за этот законопроект. Что он будет означать на практике, как вы видите? Смотрите, первое, что надо понимать, что у этого законопроекта непростая судьба. Володин о том, чтобы вести подобного рода практику, начал говорить еще год назад, зимой прошлого года. Тогда Кремль быстро поставил эту тему на паузу. Устами своих спикеров он, в принципе, объяснил, что он против. А причины, почему Кремль был против, вполне понятны. В общем-то, без необходимости демонстрировать людям, что режим становится совсем экстремистским, значит, ну, не хотелось. Люди, в принципе, вот такие вещи не одобряют. Ну, то есть они понимают, что, значит, сегодня отберут у иноагента, у обвиненного в шпионаже, а завтра там соседка напишет на тебя донос, потому что ты с ней поругался из-за того, что твоя собака громко лает. Да, или доказываешь, что ты не верблюд, что ты не иноагент. Ну, если что-то наш народ и вынес из 30-х годов, из практики сталинских репрессий, так это вот это вот, то, что бьет по всем, независимо от степени лояльности. Лояльных, как известно, репрессировали не реже, чем нелояльных. Нелояльных-то уже скоро и не осталось никаких. Да, все равно продолжали репрессировать. Ну, то есть такие вещи, в целом, они подавляющему большинству граждан не нравятся, и поэтому Кремль эту историю поставил тогда на паузу, а сейчас вдруг в таком ускоренном режиме побежали. То есть очевидно, что-то произошло. Я думаю, произошло, пришло понимание того, что скоро выборы, никакой лояльности и всенародной любви не видно. Наоборот, значит, появляется Дунцова, все бросаются в сторону Дунцовой. Нету Дунцовой, появляется Надежда, все бросаются в сторону Надежды. Ну, то есть очевидный негативный настрой электората. И в такой ситуации Кремль, ну, сидит, сейчас просчитывает различные варианты, различные сценарии. Самый большой риск, с которым он рискует столкнуться, ну, вы понимаете, что контролируя суды, избиркомы, значит, и так далее, все прочие государственные институты, правовые институты государства, Кремль может не бояться реально проиграть, ну, то есть взять и физически проиграть выборы, да, как, например, когда-то там Порошенко проиграл Зеленскому. Вот, такого риска нет. Но есть риск, что все протестно голосующие россияне, ну, или там их большинство возьмут и устроят какой-нибудь флешмоб. Ну, например, вычеркивают фамилию Путина, там, демонстративно, да, и выкладывают это, фотографируют и фотографии выкладывают в интернет. И это может приобрести массовый характер. Аббас, я прошу прощения, а как это связано с дискредитацией российской армии? Ну, там же широкий спектр, значит, вещей, которые попадают под конфискацию. Не только дискредитация российской армии, они, на самом деле, обсуждают расширение спектра, значит. Да и, на самом деле, они у нас под дискредитацией армии что угодно могут посещать, да. Значит, ну, они повторились, помимо дискредитации армии, там длинный список всяких разных преступлений, значит, за которые конфискация там полагается. И они будут расширять этот список. Вот, в общем, перед ними стоит риск, что, значит, по-настоящему массовым будет вот какой-то такой флешмоб, и, ну, кто после этого поверит Панфиловой, да, то есть своими глазами видят, там, значит, десятки, сотни тысяч, миллионы фотографий с вычеркнутой фамилией Путина, да, и тут им говорят, Путин набрал, там, 80 процентов. КХ три раза. Ну, то есть Путин после этого, у него легитимность будет нулевая, то есть всем будет еще видно, что он выборы проиграл, а не выиграл. Вот, и он утратит вот это остаточное ощущение, которое пока еще есть, что он все-таки, ну, выбранный народом президент, да, то есть может быть диктатор, может быть самодур, но все-таки выбран народом. Вот это волшебное ощущение, оно окончательно исчезнет. Все решат, что он, значит, самозванец, который вот узурпировал трон незаконным образом, фальсифицировав выборы. Вот, и... Ну, и что-то надо с этим делать? И тут выясняется, что, ну, ничего другого, кроме предложенного Володином инструмента, запугать людей конфискациями, но у них нет. Ну, то есть если люди будут бояться, что, значит, их сейчас подтянут под такую статью, да еще все конфискуют, то даже те, кто находятся за границей, они будут пытаться воздержаться от подобной практики, да, а уж что говорить про тех, кто там внутри страны находится. Ну, то есть это давление на оппозицию такой более высокого порядка, понимаете, человек, отчаявшийся, в какой-то момент, ну, перестает бояться за себя лично, да, и он, ну, так вот, очертя голову, там, бросается в бой, значит, и готов рисковать даже сесть в тюрьму, да, многочисленные протесты, проходящие в условиях авторитарных режимов, об этом свидетельствуют. Но этот же человек, если он будет знать, что его не только посадят в тюрьму, но еще, допустим, отберут у него квартиру, и, соответственно, его семья останется без угла, вот, он уже не пойдет на улицу, он уже не будет ничего делать, чтобы вот, ну, потому что это уже ответственность не только за себя, да, это ответственность за семью, вот. Поэтому, я думаю, истинная природа вот происходящего, год ждали, а теперь вдруг побежали, связано с пониманием, что ничего им не помогает, избирательная компания пойдет совсем не по их сценарию, что на самом деле все плохо, никакой народной любви нет, да, и на выходе жди каких-то массовых проявлений недовольства, хотя бы виртуальных, я не говорю о физическом, уличном протестке, да, но хотя бы виртуальных, ну, вот, чтобы как-то эту проблему решить, вот пытаются этот инструмент угрозы конфискации использовать. Может быть, они и не будут массово эту штуку применять, по крайней мере, пока, да, значит, судя по тому, что год назад они эту вещь поставили на паузу, ну, они понимают вообще-то, что это контрпродуктивно, и по отношению к ним самим тоже, как говорил Макеавелли, значит, если государь хочет избежать бунта подданных, он должен не делать двух вещей, не должен трогать имущество граждан и их жен, вот, потому что если он будет делать это, то тогда точно гарантирован взрыв недовольства, вот, а если этого не делать, да, ограничиться, так сказать, вот подавлением, так сказать, установлением господства в политической сфере, да, не переходя вот в какую-то границу, значит, ну, тогда можно этих, этого восстания избежать. Знаете, как в народе говорят, шерсть дери, а шкуру не бери, вот, поэтому, значит, ну, пытались, этого не сделать пришлось, да, потому что людей надо запугать. Ну, теперь, может быть, есть шанс, что они будут массово это применять, там, так, для устрашения, скорее, этот инструмент. Хотя, конечно, у нас правоприменитель такой, ему только дай инструмент, и он там начнет во всю орудовать. Надо понимать, что силовики, они не более-то слушаются администрацию президента, и уж тем более наплевать им на мнение депутатов Госдумы, которые сейчас за это все голосуют. Поэтому, как говорится, АП предполагает, а ССБ располагает. Вот, поэтому вполне возможно, что практики, на самом деле, станет массой. Аббас, скажите, пожалуйста, а вот катализатором принятия даже в первом чтении этого законопроекта мог стать вот выступление жен мобилизованных в избирательном штабе Путина, где они требовали вернуть своих мужей, перед этим мы с вами неоднократно обсуждали их достаточно резко в форме уже высказывания в адрес Путина, которому они лично предлагали идти на войну, если не вернет их мужей. Ну, это один из факторов. Это не единственный, и даже я не скажу, что он главный. Это целая совокупность факторов. То есть просто посмотрите на повестку последнего, условно говоря, месяца. Это, значит, сначала там взлетевшие цены на яйца, там инфляция, ну, то есть, по сути, там обнищание населения, да, люди уже не могут себе позволить яйца покупать. Вот. Потом обстрелы Белгорода, потом коллапсы в ЖКХ, замерзающие, значит, города российские, вместо обещанной замерзающей Европы, замерзающая Россия. Вот. Потом протесты в Башкирии, тоже в глубинке, значит, там где-нибудь, отродясь на кого-то, никто не протестовал. Ну, то есть тот самый глубинный народ вдруг на дыбы встал. Вот. И жены мобилизованных тоже, в том числе. Ну, то есть вот вся вот эта повестка, она такая, она очень негативная. Да, и очевидно, что под влиянием такой повестки, ну, рассчитывать на какой-то там, значит, позитивный результат то и голосование на народную любовь, ну, не приходится. Так что вот все это по совокупности, да, и заставляет власти предпринимать вот такие, значит, радикальные шаги, значит, для того, чтобы, ну, обеспечить хотя бы формально гладкие итоги выборов. Тут со своими инициативами спешат депутаты от ЛДПР. Андрей Луговой есть такой. Так вот он заявил, что намерен подготовить законопроект о запрете иноагента совершать сделки с имуществом без личного присутствия. То есть если они не в России, что для них предусматривает, соответственно, попадание в СИЗО или в тюрьму, распоряжаться своим имуществом, совершать какие-то сделки они не могут. Как считаете, насколько быстро может эта законодательная инициатива быть принята? Является это ли свидетельством того, что иноагенты, те, кто попал в список иноагентов, вы в частности, сейчас являются большой угрозой для Путина? Конечно, это в первую очередь свидетельствует о том, что они проигрывают иноагентам схватку за общественное мнение, поэтому они истерят, поэтому пытаются всеми возможными способами максимально возможное число иноагентов заткнуть. В угово это не самостоятельный игрок, надо понимать, это пешка. Это чекист, и он делает то, что там рождается в недрах ФСБ. Вы говорите о том, что если легитимность, процент любой могут нарисовать на выборах Путина, но если народ в это не поверит, возможны различные сценарии. Какие сценарии видите вы из возможного? Что может произойти? Я так понимаю, вы достаточно скептически относитесь к каким-то бунтам. Прямо сейчас какой-то массовый бунт прогнозировать сложно, хотя события в Башкирии показали, что на ровном месте вспыхивает. Да и вообще история любой революции говорит о том, что всегда неожиданно. Все всегда знают, что революция скоро будет, потому что в целом видят нарастающие противоречия между обществом и властью. Но никто никогда не предсказывает точный момент, когда это происходит. Это всегда происходит вдруг. И в этом смысле, да, я не прогнозирую сейчас массовых протестов, связанных с итогами президентских выборов. Но это опять, я говорю, в ситуации примерно текущей конъюнктуры. А если там в этот момент, представьте, происходит что-то там вроде бунта там мобилизованных, я не знаю, по аналогии с пригожинским мятежом, что-то такое. Найдется, ну то есть мобилизованные же уже недовольны, это же очевидно, жены же не просто так выступают. Они транслируют точку зрения мужей, оттуда уже записи идут, вы же видите, да, значит, мобилизованные угрожают этим... Я вчера выкладывал, например, видео там, да, у себя в Телеграме. Мобилизованные угрожают ОМОНовцам, которые там прессуют их жен. Мы, дескать, с фронта вернемся, да, и вам всем покажем, пусть вину мать. Вот. То есть недовольство там есть, и найдется несколько человек буйных, да, и прямо сейчас можно теоретически вспыхнуть, особенно... Ну то есть в целом, понимаете, по мере того, что война, очевидно, зашла в тупик, а Путин все гонит вперед, давай-давай на штурм, да, и военным поливать все это своей кровью, ну уже поднадоело, конечно же, да. И поэтому любая воюющая, долго участвующая в колониальной войне армия, она устает от этого, да, и становится источником революционных настроений, да, вот неоднократно приводил пример португальского режима Салазара Каэтану, который пал в результате восстания младшего офицерского состава, называется заговор капитана, как называлось, значит, которые устали от бесконечных колониальных войн, которые вела Португалия в Африке. И сейчас в России, ну, например, та же ситуация такая, уже затянувшаяся, очень кровавая для россиян, в том числе, по сути, колониальная война, значит, это же не враг топчет родную землю, да, это не Великая Отечественная война, ну, пришло уже понимание, что это война за амбиции, значит, всяких имперцев, типа там, Путина и Патрушева. И, значит, ну, вот это недовольство зреет, да, и в какой-то момент оно полоснет. И вот если этот полоснет наложилось на, значит, объявление о сфальсифицированных итогах, и народ недоволен, и тут вот там что-то а-ля Пригожинский бунт, ну, это и сейчас может случиться. Повторюсь, события в Башкирии показывают, что даже самые лояльные, казалось бы, группы населения, которые, отродясь, никогда ничего там против не говорили, вдруг могут не только восстать, а там драться с ОМОНовцами. Вы же видели картинку? В какой-то момент ОМОНовцы вынуждены были, значит, вступить в переговоры с ними и просить их выпустить оттуда, да, там эти восставшие их окружили, зажали в углу, так сказать, да, и они откупались, выходили из окружения, отдав тех, кого задержали. Поэтому, знаете, ну, история такая, значит, малопредсказуемая. Протест — это же всегда эмоции, понимаете? Это не рациональное решение, это очень эмоциональный всплеск такой. А предсказать эмоции — дело неблагодарное. Но даже если это не случится прямо сейчас, все равно у людей осядет вот это чувство после выборов, что все, Путин самозванец, что нет у него права занимать этот трон, понимаете? Вот до сих пор было такое двоякое чувство. С одной стороны, нам не нравится то, что он делает, с другой стороны, ну, мы же сами за него голосовали, то есть народ за него голосовал, да, он по праву занимает это кресло, и он имеет право принимать любые решения, даже если они нам не нравятся. Вот это ощущение было, и оно останавливало и людей, и элиты тоже. А сейчас будет ощущение, что мало того, что он делает то, что нам не нравится, так он и вообще сидит в этом кресле вообще не по праву, вообще лазурпатор, да? Он сфальсифицировал выборы, мы все это видели. Вот. Ну, то есть легитимность Путина после этого будет, значит, ну, очень быстро умирать. И, значит, все проблемы, которые в стране, и все больше и больше, я же только что говорил, какая повестка, да, там, от цены, ЖКХ, заканчивая, значит, там, украинскими обстрелами городов и так далее. Ну, то есть все, значит, все проблемы будут интерпретироваться через призму. Да все это потому, что страной правит диктатор Журпатов. Ну, то есть он станет очень быстро, ну, прям абсолютно ненавидимым всеми группами населения. Абсолютно ненавидимым, да? И элиты, соответственно, к нему тоже начнут относиться. Ну, а в таких ситуациях и заговоры случаются, и мятежи, и всякие другие неприятности. Вы проводили вот исторические аналогии со стихийным протестом, с бунтом младшего офицерского состава. Скажите, пожалуйста, а вот, ну, после Пригожинского недомятежа, назовем это так, достаточно часто, мы, кстати, с вами тоже на стримах обсуждали возможность повторения чего-то подобного, да? Условно этот проект называли Пригожин-2. Ну, вот кто будет предводителем? Так вот, мой следующий вопрос к вам будет. Следующего характера. А этот стихийный протест без какого-то предводителя может вспыхнуть или нет? Да, конечно. Обычно даже, на самом деле, это начинается, чаще это начинается, как стихийная такая история. И если новые лидеры, иногда появляются новые лидеры, которые это возглавляют, и тогда этот протест может быстро перерасти в такое устойчивое революционное движение. Иногда такие лидеры не появляются, и тогда этот протест, ну, если он быстро власть не свалит, то тогда он выдыхается, вот как сейчас в Башкирии произошло, и снова затихает. Ну, опять же, это тоже до следующего раза. Ну, то есть, фундаментальные предпосылки к революции, к свержению власти в стране сформировались. И есть совершенно очевидные противоречия между, значит, политическим центром, между Путиным и его аппаратом, и обществом. Значит, общество не устраивает больше ни сам Путин, ни курс, который он реализует. Вот, и поэтому это только вопрос, ну, сколько времени понадобится обществу, чтобы избавиться и от Путина, и от его режима. Борис Надеждин уже собрал необходимое количество голосов для того, чтобы принимать участие в президентских выборах в России. Заявление Пескова по этому поводу звучит следующее. Кремль не рассматривает Надеждина как соперника Путина на президентских выборах. Вот вы, как опытный политтехнолог, в этом заявлении читаете, то, что в Кремле уже побаиваются Надеждина, ну, особенно учитывая, да, там, те картины очередей. В его штаб люди выстаивали в морозные дни очередь для того, чтобы все-таки свою подпись поставить. Или действительно у Кремля какой-то свой план, и может, ну, вот, там, можно ли рассматривать, допустим, того же Надеждина как определенного актера в этой игре, да, в этом театре под названием президентские выборы в России сейчас. Какие у вас вопросы? Для того, чтобы сказать, что Кремль боится Надеждина, мне, в общем-то, не нужен Песков. Я это знаю, потому что это объективно так. Так, Надеждин, если он будет вести кампанию примерно так же, как он ведет сейчас ее, не будет делать, очевидно, каких-то глупостей, пока никаких предпосылок к тому, что он будет их делать, я не вижу. Он реально выиграет у Путина, понимаете? Ну, понимаете, если Надеждин со своей антивоенной позиции будет в бюллетене, то эти выборы превратятся в референдум по вопросу о войне и мире. Хочешь войны, хочешь новой волны мобилизации, голосуй за Путина. Не хочешь этого, голосуй за Надеждина. Все просто. И Надеждин победит в этой ситуации, понимаете? Поэтому я думаю, что, конечно, Кремль так прекрасно понимает. Поэтому они Дунцову не допустили до пробега, потому что до Надеждина была Дунцова вот в этой роли. И Дунцова обладала еще большим потенциалом, чем Надеждин. Ну, потому что у Надеждина есть слабое место, он все-таки связан с политической системой, он ее частью. Он долгие годы в политике, там из телевизора не вылазил. А Дунцова, она такая очевидная антисистема. Она из народа, что называется, она против системы. То есть это такая классическая революционная ситуация, народ против системы. Поэтому Дунцову не допустили сразу же. Но теперь видим, что поскольку народ уж очень хочет от всего этого избавиться, он бросился всю неразделенную, так сказать, любовь, которую он только собрался выплеснуть на Дунцова, начал ее выплескивать. Сейчас он выплескивает на Надеждину. То есть народ посмотрел по сторонам. Господи, так у нас же еще Надеждин есть. Чего же мы отчаиваемся, так сказать. И вот эти все эмоции вложили в Надеждину. И сценарий с Надеждиной для Кремля, повторюсь, если Надеждин будет вести нормальную кампанию, то есть примерно так же, как он ее ведет сейчас, то Кремль получит русскую Тихановскую. Я думаю, что он не рискнет. То есть понятно, что у него есть соблазн зарегистрировать Надеждина и триумфально его, так сказать, выиграть. Потому что выборы без Надеждина, ну это очевидный фейк. Россиян эти выборы разозлят. То есть нас лишили всякого выбора. Нам подсовывают либо Путин, либо какие-то совсем никчемные мухарморы. К тому же по своей риторике такие же, как Путин. Все же за войну там, понимаете. Главный вопрос политической повестки – война. А все кандидаты за войну, то есть ни одного антивоенного кандидата нет. То есть по сути нас лишили выбора. Это издевательство, а не выборы. Вот ведь как люди это воспримут. Поэтому, чтобы выборы были легитимными, я повторюсь, они же для того и делаются, чтобы была легитимность. Чтобы выборы были легитимными, надо как-то убедить людей, что у них был реальный выбор, но они все равно проголосовали за Путина. И поэтому Надеждин, конечно, есть соблазн его допустить. Но риски таковы, что я думаю, что они не рискнут. Они пойдут по пути минимизации рисков и Надеждина не допустят. А то, что сказал Песков, это просто непрофессионально, с его точки зрения. Потому что людей такая спесь, он, дескать, мы его не рассматриваем в качестве сторонника, людей такая спесь просто выбешивает. Тут в таких ситуациях надо быть очень корректным, надо демонстративно, корректно говорить, что мы, да, понятно, не надо накачивать надежды над своими словами, но надо просто сказать, мы ко всем кандидатам относимся с уважением, все кандидаты равны, у всех есть шанс, вообще у всех граждан страны есть шанс, вот и все. Да, и Надеждина не приподнял, но и одновременно, значит, свою спесь не продемонстрировал. А то, что Песков сказал, ну, это вот, это гордыня, один из смертных грехов по-христиански. Абдас, почему у вас задала вам также вопрос о том, не является ли Надеждин каким-то определенным элементом сейчас путинской игры по его очередному переизбранию, имею в виду Путина, на президентский срок, потому что, ну, Надеждин же себя позиционирует как антивоенного кандидата. Так вот, вчера в своем телеграм-канале Александр Невзоров привел прямую цитату с интервью Надеждина, где тот говорит о том, что, мол, все его зодпатриоты обвиняют, что Надеждин сдаст и Крым, и Донецк. Ничего я не сдам, говорит Надеждин, я буду по максимуму отстаивать интересы России. Ну, и вот Александр Невзоров говорит о чем? О том, что можно сколько угодно сейчас жонглировать словами о мире, но сейчас вот из этих слов Надеждина можно сделать вывод о том, что даже в случае, если он станет президентом, все равно война будет продолжаться. Когда я задавала этот вопрос Дмитрию Гудкову, он говорил, что, ну, понимаете, оппозиция, вот антивоенная оппозиция тех, кто сейчас на территории России, вот она вот какая-то вот такая вот особенная, то есть нельзя прямо говорить о том, о том, о чем говорят те оппозиционеры, которые сейчас находятся за рубежом. Вы поддерживаете вот такую мысль Дмитрия Гудкова, либо согласны вот с оценкой Александра Невзорова по поводу антивоенной позиции Надеждина, что на самом деле ее нет? Не Взоров, доктринер, а начетчик и талмудист. Вот он никогда в жизни не провел ни одной избирательной кампании, это надо понимать. Да, и при том, что он, ну, идеологически правильную позицию занимает, но в реально практической политике он не смыслит. Ну, у Надеждина нет возможности, ну, политика это искусство возможного, понимаете? Практическая политика, она искусство возможного. И у Надежды нет возможности взять сейчас сказать, я отдам Крым, я там отдам Донбасс. Ну, что он сядет, да, в российском законодательстве есть статьи, которые предусматривают наказание даже в Конституцию, вот во время вот этой поправки 20-го года, даже в Конституцию, это соответствующий пункт они внесли, что запрещено, значит, призывать к изменению границ Российской Федерации, понимаете? Поэтому он просто сядет. Поэтому он, ну, Невзорову в такой ситуации, Гудков абсолютно прав, конечно. Значит, Невзорову в этой ситуации надо задать вопрос, ну, мне шашечка или ехать? Хочу я, чтобы дело сдвинулось с мертвой точки, да, или нет? Я вас уверяю, что Надеждин очень прагматичный человек, это же видно, вот видно. И не будет он там костьми ложиться, значит, и отстаивать ни Крым, ни Донбасс в составе России, если он станет президентом. Очевидно, что он будет ориентироваться на общественное мнение, и если общественное мнение будет, не будет готово проливать кровь за Крым и Донбасс, то он и Крым, и Донбасс отдаст. Общественное мнение не готово проливать кровь за них. Уже на фокус-группах даже вот этих патриотических, патриотических. Я не говорю про простых обывателей уже. На этих патриотических группах уже там звучит... Это год назад началось все на самом деле. Уже тогда зазвучали голоса, что да, на черта мне этот Донбасс сдался, да и прим, если честно. Вот. Да, два года назад, на этапе, когда война только началась, конечно же, российское общественное мнение там было против того, чтобы отдать эти территории. Сейчас, я думаю, 50 на 50. 50 процентов махнут рукой и скажут, была без радости и любовь, разлука будет без печали. Да, что нам так сказать до этого Крыма и до этого Донбасса. Вот. Никогда россияне на самом деле не хотели, чтобы этот Донбасс стал частью России. На протяжении долгих лет, вот как с 14-го года все началось, Левада-центр время от времени проводил опрос, ну раз там в пару лет они спрашивали людей, что делать-то с ДНР, ЛНР. И только в 14-м году, в 14-м, 15-м, вот когда значит, ну вот эти события еще только начинались, да, еще эффект Крым-Наш был сильный, ну тогда они к 50 процентам подбирались, вот число людей, которые говорили, что да, давайте там присоединимся в состав России. До 50 не доходили даже тогда. Вот. А потом буквально через год-полтора там все это упало до, значит, буквально 30 процентов. Последние несколько лет даже к 30 не подбиралось, там, уполнно говоря, 26-27, я сейчас не помню, там 28 может быть. Вот. Ну то есть меньше трети, чуть-чуть больше четверти людей говорили, что да, давайте примем состав России. Вот. То есть вот это решение Путина о том, что давайте их примем в состав России, оно на самом деле не опиралось на волю народа России. И вот точно так же, когда изменится обстоятельство и уйдет вот эта вот истеричная, значит, пропаганда там, Соловьевшина вся эта исчезнет, потому что она просто перестанет подпитываться властями, да. Ну мы же говорим о гипотетической ситуации, когда к власти пришла надежда. Ну вот. И, значит, общественное мнение изменится и не будет упираться из-за этого надежда. Это абсолютно практически. Вот. Когда это случится, никто не будет упираться в то, что там вот там это наши территории, давайте их там, значит, будем удерживать любой ценой. Надежда их просто спросит. Ну если вам нужны эти территории, ну вы готовы воевать за это? Где добровольцы? Шаг вперед. И все. И проблема будет снята. Понимаете? Ну я сейчас упрощаю, конечно. Нет. Не так все просто будет, да. А с общественным мнением надо будет работать. Но в целом это абсолютно возможно. Поэтому, да, не идеальная ситуация, не идеальный кандидат. Но в нынешней ситуации, повторюсь, идеального ждать, ну так это вообще никогда все не закончится. Понимаете? Вот. Надо, ну, перемены должны делаться, реальные политические перемены. Они должны делаться поэтапно. Вот так, чтобы за раз все сразу взять и переделать из плохого в хорошее. Но это, это у человеческой истории такого не бывает. Понимаете? Не было такого никогда. Вот. Ну, дорогу осилит идущий. Вот. Фабианская тактика. Вот. Реформаторы должны придерживаться фабианской тактики, да. Выбираешь одну проблему, быстро ее решаешь. И в это время не берешься за вторую, не берешься за третью, да. Потому что, если ты будешь браться за каждую проблему вместе, их совокупность тебя и похоронят. Как когда-то это все похоронила Горбачева. Вот. Поэтому Надеждин это точно лучше Путина. Вот из этого надо исходить. А если сидеть и думать, да, что нам Надеждин, нам надо вот какого-нибудь там, я не знаю даже кого. Да. Значит, ну, тогда всю жизнь можешь просидеть в ожидании чуда-то. Аббас, я благодарю вас, как всегда, за интересный диалог, за ваши размышления. Благодарю, что вы находите время и возможность поделиться своими размышлениями по актуальным темам с нашими зрителями. Всегда вас рады видеть на канале сейчас. И до скорых встреч. Спасибо. До свидания. Аббас Галямов, российский политолог, политтехнолог Иноген, по образовому знамому цей период традиционно наших глядачів закликаю не забывати подписываться на канал сейчас, так само и поддерживать этот стрим своими вподобайками и коментарями. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok